Вчера вдруг послы Франции и Соединенных Штатов в Армении заговорили о том, что Карабахский конфликт не решен, что этот вопрос остается открытым. Открытым он остается потому, что статус карабахских армян, проживающих на территории Азербайджана, он не решен. Поэтому под эгидой Минской группы ОБСЕ должен быть урегулирован этот вопрос до конца. Я не буду вдаваться в подробности, я не буду говорить о политических вещах, не буду говорить о том, что Франция и Соединенные Штаты там пытаются каким-то образом влезть, снова влезть в процессы, в политические, геополитические процессы на Южном Кавказе, оттеснить отсюда Россию и так далее и тому подобное. Это всем известно. Но Соединенные Штаты Америки, когда говорят о том, что они хотят урегулировать этот вопрос до конца, я хотел бы показать этой Лен-Трейси, посолу США в Армении, то, что они сотворили с Афганистаном. В течение 20 лет вы сидели там, из-за вас Афганистан превратился в логово наркобаронов, из-за вас 3 миллиона населения этой страны превратились в наркоманов. Я уже не говорю об убитых, детях, женщинах, стариках, ваших же солдатах, я о них не говорю. И вот после всего этого вы взяли, просто ушли оттуда. И что Джо Байден в конце сказал? Он сказал, что нашей цели не было построить там демократический режим. Вот вы кто, Лен-Трейси. Вы там, где присутствуете, там, где есть Соединенные Штаты, ваша цель не создать демократический режим или там создать там что-то, а ваша цель просто сохранить этот конфликт, любой конфликт, открытым. В Калифорнии, в штате, в Соединенных Штатах, проживает более 500 тысяч армян. Дайте им статус. И говоря языком уважаемого нами Игоря Харетченко, мы посмотрим на реакцию Джо Байдена, посмотрим, как он отреагирует. Я хочу обратиться и к тому же уже бывшему послу Франции в Армении. В Марселе, во Франции, во Франции проживает многочисленная, самая многочисленная, одна из самых многочисленных диаспор, проживает армян, проживает во Франции. Дайте им статус, если вам это так хочется, или же позвольте им забрать этот статус. И посмотрим, как обычные французы мирно реагируют на самоопределение армян. Та же самая Россия, в России проживает более 2 миллионов, официально еще, более 2 миллионов армян. У них там нет никакого статуса, у них есть обычная культурная автономия, там могут кружки какие-то там проводить, там какие-то культурные мероприятия и все. Но уже не политический статус. Что вы лезете? Поэтому Франция и Соединенные Штаты Америки, и Россия в том числе, не являются теми государствами, которые хотят мира в этом регионе, в регионе Южного Кавказа. Как Соединенные Штаты и Франция могут дружить с Россией, если посольства Соединенных Штатов и Франции уже уличены в том, что они финансировали экстремические организации, действующие на территории России, с целью свяжения власти действующего режима в России. Как после этого Россия может дружить с вами? Как вы можете дружить с Россией? И как вы можете найти общий язык по поводу того, что как решить Карабахский конфликт? Нет этого конфликта. Все, закончилось. Вот что вас теребит. Вы никак не можете успокоиться, потому что в течение 30 лет вы на этом зарабатывали. Армяне просто не могут понять. Они все время требуют, что вот пусть Соединенные Штаты, пусть Минская группа будет здесь. Для них не имеет значения, кто там живет. Для них важны собственные интересы. И умирают, погибают ваши дети из-за того, что эти интересы или притворяются, или не притворяются в жизни. Вот в чем суть. Мы, Азербайджан, говорим, что мы хотим мира, а вы в Армении говорите, что нет. Мира не будет, вот война, она еще не закончилась. Это нонсенс. А теперь вы утвердите, что да, мы хотим, чтобы Минская группа ОБСЕ вернулась. Вернется Минская группа, и что будет после этого? Все. Конфликт застянется еще на 30 лет. Еще на 100 лет. Был такой суп-председатель Фосье, Бернард Фосье. Каждый раз, когда мы у него спрашивали, как там с урегулированием, он говорил, что кирпичик за кирпичиком, кирпичик за кирпичиком. Вот это французская дипломатия. Кирпичик за кирпичиком. Ребята, которым сегодня 30 лет, вот родились 30 лет там назад. Конфликт решен. Просто этого не хотят признать Соединенные Штаты и Франции. Остались проблемы. Да, проблемы остались. Но конфликт решен. Уже решен. Хочет этого Линд Рейси или не хочет этого Джонатан Лакот. Все. Сказки конец. Сказки, которые закончились трагедией для армян. И если они захотят эту сказку продолжить, то трагедия будет в войне. Продолжение следует.